Театры малых городов получат федеральную поддержку. Более 5 миллионов рублей на приобретение оборудования и постановку спектакля было выделено Мимтеатру Дождь из Новочебоксарска. В нем побывала депутат Госдумы России Алена Аршинова и увидела, какие изменения уже произошли и что еще необходимо к культурному учреждению. Мимтеатр Дождь работает в Новочебоксарске уже 10 лет. Это здание труппе выделила администрация города. Дальше артисты здесь все отделывали сами. Даже оборудовали отопительную систему. Обратите внимание, его строят сами артисты. Все, что здесь сделано руками актеров. Вот все, даже отопление. С апреля Дождь участвует в проекте партии «Единая Россия» театры малых городов. Программа направлена на поддержку культурных учреждений в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Из федерального бюджета Мимтеатру была выделена субсидия – более 5 миллионов рублей. Также в рамках софинансирования республика добавила на развитие учреждения чуть более полумиллиона. Мы должны дать возможность развиваться всем. Не только изначально, исходя из объема театра, объема зрителей. Из такой поддержки, конечно, и крылья вырастают, и хочется творить. Тем более, что театр «Мим» «Дождь» 90% своих постановок посвящает детям, что очень важно. И дети Новочебоксарска приходят, смотрят вместе с родителями. Очень много интерактивных постановок. На полученные средства театру удалось обновить световое и звуковое оборудование. Также артисты планируют приобрести костюмы, декорации, установить в зале кинопроектор. Тем более, что сейчас здесь готовится новый спектакль «Четыре солдата в поисках мира» по пьесе Алекса Бьорклунда. Мы действительно театры все малых городов. Там действительно работают люди, которые любят свое дело. Вот как раз в этих городах они только за счет этого живут. Вот им стали помогать. Вот это самое главное. Вот это и крылья растут, и, извините, а потом зрители же смотрят, видят другой свет, другой звук. Мы понимаем, что и сами актеры, и все работники этих театров понимают, вот они нужны. Конечно, денег еще и не хватит. Поделился проблемами с депутатом, директор и худрук театра Валерий Проваров. Хотелось бы и протекающую крышу отремонтировать и оборудовать подсобные помещения для артистов. У нас зародился еще новый проект «Театр детям». Поэтому вот такой партийный проект, он тоже будет подкрепляться деньгами. И не все регионы вошли в этот проект, Чувашская республика в нем участвует. В ближайшее время должна получить почти 4 миллиона рублей. Поэтому я думаю, что мы будем только наращивать финансовые ресурсы, благоустройство наших театров. Премьера нового спектакля ожидается в ноябре. К этому времени в Мемтеатре закончатся все обновления. Алена Аршинова, кстати, пообещала приехать и посмотреть, какой получилась постановка. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия.